И вот с чего начинается утро. А потому что надо было это сделать давно. Уже цветочки бедные, они такие несчастные. Вон есть такие, которые завяли. Да, уже есть, которые прям отходят. Видишь, там где желтенькие уже потихонечку отходят, отходят. Вот тут цветок, блин, у нас подсыпали, пересадили, блин, что-то он, видишь, как-то плохо. Не очень, да, пошел. А тот все-таки ему все. Все? Ты расскажи, как Даша сидела под цветком. Даша, короче, здесь сидела, сидела. Мы сидели в беседке разговаривали. И в беседке мы сидели. И потом она, короче, резко поднимается и головой бац! Короче, подымает этот цветок, он падает, короче, переворачивается, выпадает. Ну, мы его присадили, залили. Вот, не знаю, будет жить, не будет. Вот, как-то цветочки вянут. Вот, не знаю. А может, короче, еще и выживет. Посмотрим. Да, его? Хоть бродит собака бедная. Маме спать всю ночь не давала, а теперь ходила на броды. Да, не выспалась бедная собачка. Так, ну, в общем, шоу, планы у нас, как у Наполеона, только мы еще не можем придумать себе эти планы. Да. Не, я уже придумал просто на это самое, что вы думаете. Согласовать надо со всеми теперь. Угу. Да. Да. Ты хочешь без меня, типа, в город сейчас поехать? Чего? Чего-то понять не могу. Да, можно вместе, какая разница. Так вот, я же тебя о чёме спрашиваю. Что делаем-то? Ты без меня едешь, или мы вместе едем, или как мы едем вообще? Ну, сейчас порешаем, короче. К нам надо пацанам в гараж поехать. Блин, мне вообще этот помидор брать? Может, его обрезать, к чёртю? Да хотя растёт. Да с него толку не будет, он только цвести будет. Ну, хорошо. Его, чтоб с него плоды какие-то были, его надо было изначально эти лишние штуки пообрезать. Угу. Потому что мы хотели пересадить, хотели пересадить и... И забыли, да? Да не забыли, завтыкали, короче. Ой, ну так, товарищи, короче, видите. Одним словом, мы хозяева велики. Да. Так что так. Сейчас надо первым делом, наверное, позвонить... Сколько сейчас времени? Что в 11? Угу. Я думаю, уже артисты попросыпались. Да. Надо им позвонить, узнать, что у них там, как они там, где они там. Или съездим уже в гараж, а потом позвоним? Можно и так. По факту? Да. Серёга, я думаю, даже если что, он быстро соберётся и приедет. Да, конечно, ну а что? А девчата могут все там дальше собираться. Угу. Так что так. Вот жалко, что у тебя номера телефона нет у пацанов с гаража. Тоже нет. Не говори. Как всегда. Как всегда. Матрёшка покушала, лежит довольна. А ёшки не ма до сих пор. А ёшки нету, да. Не понятно, где он у вас. Так, ладно, товарищи, давайте. Далее будет. Так, у нас все разбежались. Даша побежала в город. Ей надо было. Коля бегом поехал. Так, пацанам в гаражи. Ох, рынка валяется. Пацанам в гаражи поехал. Там у Калёги... У Калёги... Всё. У Серёги там с колесом. Ну, нужно просто посмотреть, чтобы хлопцы глянули своим глазом, что к чему. Вот. Чтобы всё было нормально. Потому что если в дорогу дальнюю, то это же понятное дело, что нужно. Вот. Не, они ещё сегодня не уезжают. Сейчас они поехали. Я же говорю, Коля поехал. Там его подождёт. Возле хлопцев. Хоть глянуть, что к чему. Если ничего такого серьёзного нету, то всё нормально, в принципе. Так. А я шо? А я всё пытаюсь убираться. Там пошла то цветочки обрезала, то это самое. Ну, короче, я какие-то дела решаю. Те, которые никак не могут за эти дни порешать, ё-моё. Сейчас этот... В холодильнике там половина чё надо почистить, поубирать, повытирать. Потому что у меня там... И этот... Перевернули там, господи, сок какой-то. Всё до кучи валяется. И... Ой... Чё там ещё? И выбросить надо было шоу-то, знаете, сваливали всё до кучи в лоточки. Я говорю, Даша, ну шо ж вы вот это... Всё нормально. И начала там разбирать, то там и кусочки мяса, и кусочки рыбы, и кусочки всё в одних лоточках. Нафига оно там валяется? То, короче, всё повыбрасывала. Сегодня будет свинкам вкусно. Так. Ну, у меня тут, конечно... Опа-оп! Опа-опа! На этом огороде. Вот. Ну, ничего. Вчера чуть-чуть полили. Вот. Вот. Но всё равно. Ну, как видите, да? У всех кукуруза. Видите, какая кукуруза? Так, как и у меня, блин. В общем, в этом году с кукурузой не получилось ни у кого. В общем, вот такие дела. В общем, всё уже. Можно сказать, осень. Всё уже надо. Огурцы тоже там несколько штук нависит. И даже отсюда видно. Надо их собрать. Уже толку нету. Перчики зато назрели. Шо такое? Кто пришёл? Кто пришёл? Аля, вот такое. Мяви-мяви. Где вы шляли с самого утра? Ага. Где вы бродили, товарищ кот? Ешендер? О! Побежал, побежал, побежал. Деловая колбаса. Побежал. Балуется. Кот балуется. Подросток. Он же ж подросток. Конечно. Конечно. Тут, как видите, всё уже. О! Шо, мяу! Это так. Для разнообразия показала свой. Очень родной огород. Он бегает, бегает. За ногами бегает. Как царапнет меня. Всё. Сейчас иду долбируюсь. Телефон со мной. Надо быть всё время на связи, потому что и у кипалки. То Коля позвонит, то Даша позвонит, то ещё кто-то позвонит. Не знаю, получится. Если сегодня получится поехать в эту, ну, на эту речку, там, где вот. Говорят... Сейчас на себя переверну. О! Вот так. Говорят, что у нас тут есть новую, что тут скифию сделали. Всё. Говорят, очень-очень красиво. Типа. Сколько нам советовали. Поедьте, посмотрите. Всё остальное. Всё времени не было, понимаете? Вот. Поэтому я же говорю, что сегодня, если получится всем гамузам собраться, да, поехать. И Серёга с Юлей заодно посмотрит, с Леночкой. И девчонки же посмотрят, потому что не видели. И мы же ещё не видели. Что-то там за красота. Прям говорят, красота. 60 километров от города. Вот. Типа, классно и всё остальное. Был вопрос, кстати, в комментариях. Всю новый комментарий прочитала. Ну, пробежалась, ещё не успела отвечать. По поводу жилья на этом розовом слоне. Значит, трёхместные... У них два номера есть таких трёхместных с условиями. Ну, там как, двухместные считаются и для ребёнка. То, получается, с условиями 450 за сутки. А без условий у них несколько домиков. Ну, там, на четыре кровати внутри. Вот. То по 300. Ну, если вы приехали вдвоём, то вы можете домик занять. Этот никого, в принципе, к вам не подселит. Также 300 и остаётся. Вот. Ну, договариваться, естественно, лучше заранее. Вот. А номер телефона? Номер телефона. Там, по-моему, когда мы ехали, там был номер телефона. Ну, если кому-то нужно будет, то я, может быть, гляну, посмотрю чуть к чему. Хотя в интернете набираете розовый слон Кропивницкий, всё. И вам-то высыхакивает и номер телефона. И, в принципе, всё, я так думаю, есть. Реклама этого места есть. Так что так. Всё. Погнала дальше убираться. Далее буду. Ну что, ребята, у нас уже, ё-моё, почти 4 часа вечер. Это капец. Что я там? Немножко поработала, чуть-чуть поделала, чуть там пообрезала, чуть там, чуть постирала. В общем, приехал Николай. Долго они провозились. Получилось там у Серёги хорошо, что обнаружилось это сейчас и здесь. Сначала поехали к обычным этим, как он называется, пацанам в гараже. Они сейчас там разбирали-разбирали колесо, да, Николай? Да. И, в общем, сказали, ой, мы тут причины не видим, но хорошо, что у нас есть камор. Серёга, да. Спасибо, Кум. Спасибо тебе, Кумец, большое. Я тебе серьёзно говорю, если смотришь на нас, спасибо тебе большое. Выручил, капец, как выручил. Поехали к Куму. Вот. А у Кумца там это самое. Он же работает... Как там, Део, да, у него там вот это? Бош. Фирма. Господи, всё время путаю. Бош. Фирма, они там ремонтами занимаются. Это же там, где мы компьютерную томографию нашей Миши делали. Вот. В общем, они... Серёга глянул своим профессиональным взглядом, ёлки-палки. Туда-сюда сказал, что там какая-то штука в колесе. Что это мозги. Что-то, в общем, с мозгами там у машины. Вот. И получается, что быстренько они заказали эту штуковину. Ну, этот они сидели долго. Наверное, часа два или три, наверное, да? Сидели там, ждали. Да. В общем, сидели, ждали вот эту штуку. Пока привезут. Вот. Поставили, слава Богу, эту штуку. Я надеюсь, что Серёга там доволен, да? Да. Наконец-то. Выяснилось. А у них эта проблема была, как бы... Ну, это по Колиным словам я ж не знаю. Что была вроде с покупки машины, что что-то было непонятно. Вот как у нас. Светилось вот это, светилось. Светился этот чек. Да, у них другое. Человек вот этот светился, сидел, что такое-то, что такое. Оказывается, там просто-напросто надо было заменить то, то, то. Ну, вот мозги машины показывают, что где-то непорядок, а где хрен его знает. В общем, у них там это всё не могли решить. Даже в Николаево они там, да, смотрели, не могли решить. Вот. Слава Богу, я же говорю, кумец у нас мировой мужик. Вот. Он всё это дело посмотрел, всё порешал, всё сделал, короче. Всё, молодцы. Всё заменили. Перестала вот это гореть, вот эта лампочка у них. Вот. Так что они поедут домой, на левке, и с правленной машинкой. Так что так. Вот. Кировоград. Так что это. В общем, мы всё, собирались-собирались. С утра мы собирались в эту Скифию поехать, ёлки-палки. Вот. Думали, сейчас быстро Коля управится с Серёгой. И поедем. Но так как пришлось эту деталь долго ждать. Вот. Естественно, что Николай приехал уже во сколько? В четыре дома. Ну, полчетвёртого домой. Мы ещё собирались. Но потом посмотрели, что это ехать час. А пока месте там все перекусят, пока покушают, пока то, пока сё. В общем, всё. Всё наломалось. Поэтому сейчас оделись. Николашка вон. Ставит, ставит, ставит эти штучки на колёса. Видите? Подарок, подарок ставит. Ты уже руля поставил? Да. О, на руль чехол этот одел. Видите, серенькой. Серенькой. Вот. Поставил эти сейчас штучки, доделает их до конца. Вот. И это самое. Сейчас Серёге уже с Юлей позвонили. Всё-таки мы поедем, наверное, не на Скифию. Тоже на речку поедем. Только тут у нас. Были мы на розовом слоне. Наверное, на Екатериновку поедем. С возимик, да? Да, очень. Ну, поедем, попокажем, где у нас что есть вообще. Вот. Чтоб они знали, были в курсе. Потому что я же звоню Юльке. Я говорю, что? Ты уже купальник на первом. Скажи, да, стою в купальнике. Я говорю, всё. Скифия, наверное, отменяется. Потому что действительно поздно. Вот. Естественно, что пока мы туда дочапаем, будет часов пять начала шестого. Пока что там, сполоснулся и назад ехать опять час, а то и больше. Я говорю, если будет желание, то завтра. А они завтра вроде договорились там с друзьями. Не знаю. Ну, короче, в общем, посмотрим, как оно будет. Сегодня пообщаемся. Сейчас они уже должны выехать к нам. Едут к нам. Потому что здесь всё рядышком с нами. Вот. И вместе на двух машинах. Девчата вон как раз сполоскаются, купаются. На двух машинах. Просто на речку съездим, да? Конечно. Вот. Они сполоснутся чуть-чуть. Колька, вон. Колька тоже. Колька тоже сполоснется, да? Сполоснется, да. Пить ему нельзя, он за рулем. Так что так. Да, Николашка? Всё, в принципе, вот такие вот у нас дела. Всё, красоту поставила. Только пообрезай же их. Что же не будет вот это? Вот эти стяжки. Вот такая вот у нас ситуация. Рэмсель. Что бедная ты собака? Господи, исхудал в хламыну. Посмотрите на всю несчастную собаку. Одни складки пооставались. Скажи, эта Ева не даёт меня жить спокойно, да? Женка. Ужас, ужас. В общем, вот так вот. Сейчас девчата дособираются. Серёга с Юлей подтянутся, да? Съездим. Отдохнём. А потом всё-таки поедем к ним. Может, пиццу какую-нибудь заедем возьмём, да? Да. Посмотрим обстановку. Мало, конечно, дней. Мало. Потому что каждый день тоже видится, ну, как получается. Мы вчера хотели реально отдохнуть. И у них же вчера были планы. Они хотели сходить и в парк. Вот. И с друзьями встретиться тоже. Вот. И поэтому, естественно, что каждый день не нагуляешься. Может быть, завтра. Если получится. Если у них получится. То, я говорю, может быть, поедем здесь нам эту скифию. Только прямо с утра надо выезжать. Чтоб это можно было там столик снять, например, да? И отдохнуть там, допустим, посидеть. И чтоб это не галопом по Европам, как у нас обычно. Все летают как галопом по Европам. Вот. Так что вот такие вот пироги. Все. Наверное, вот такой вот быстренький ролик. Что у нас до, можно сказать, до обеда случилось. До вечера. Вот. И уже что-то будет. И, наверное, пойдем на речку. Что-то поснимаю в любом случае. Покажем, что к чему. Свое видение, так сказать. Квартиры, может быть, да? Артистовской. Не, ну, квартира мне понравилась. Хорошая. Правда ведь? Ну, по видео очень хорошая. Большая. Чистая. Да, большая, чистая такая. Объемная, просторная, я бы сказала. Да, да, да. Так что такие пироги. Все. На этом Поками все. Скажи Поками всем пока-пока. У нас прямо видео в реальном времени выходит. Я в шоке просто. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Да. Спасибо, что были с нами. Не забывайте ставить лайкосики, пальчики вверх. И все вот эти дела, как обычно. Стараемся держать вас в курсе своих дел. Вот. Какие-то домашние дела не снимала. Это скучно, нудно. Как я там мыла, холодильники, все дела. Поэтому будем показывать только самое интересное. Пока-пока. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok